Мы только первый день берем, а это мое. Ну тут получается свое фамилия, имя, отчество. Давайте теперь найдем свое место в роду. Выставка настольных игр с дополненной реальностью заработала на базе штаба общественной поддержки. Несколько раз в месяц сотрудники некоммерческой организации Центра проектных решений будут проводить для детей познавательные мотивационные игры. Настольная игра с дополненной реальностью золота Алтая, цифровая ортель золота Алтая, рассказывает о том, как в течение практически пяти веков на территории Алтайского края добывали золото и серебро. Если мы говорим о русско-турецкой войне, то на алтайском серебре была выиграна русско-турецкая война. А что сейчас происходит в 21 веке? Ребята узнают, играя в эту настольную игру. Не только комнаты настольных игр, но и просторный многофункциональный конференц-зал. Общественным организациям Алтайского края больше не нужно платить за аренду помещений для встреч и мастер-классов. В Барнауле появилась специальная площадка для общественников и представителей творческих профессий. Площадка, которая предоставляется совершенно бесплатно, на безвозмездной основе. Пожалуйста, тепло, уютно, все возможности есть для того, чтобы и собраться, и что-то вместе обсудить, и провести какое-то свое мероприятие, встречу провести. Здесь можно проводить мероприятия различного уровня, то есть как от творческих мастер-классов, так и до круглых столов, арт-сессий, мероприятий. Здесь могут объединяться различные общественные организации, которые существуют в Алтайском крае. Записаться можно будет на сайте общественного штаба, либо через социальные сети, либо по телефону, вам предоставят место для проведения своих мероприятий. Штаб общественной поддержки оборудован всем необходимым для проведения дискуссий, выставок, лекций. Здесь есть каворкинг, молодежный центр, а также центр приема граждан. Штаб находится на улице Пушкина в нескольких шагах от площади свободы. Это проект, который на территории Российской Федерации не новый, он новый для нас, для Алтайского края. В прошлом году, теперь уже завершившимся, такие штабы общественной поддержки начали работать в 28 объектах Российской Федерации. Совсем скоро в штабе пройдут мастер-классы по плетению лоскутных одеял, встречи волонтеров, которые планируют поехать в зону проведения СВО. Известно, что на сегодняшний день о желании воспользоваться универсальной площадкой заявили десятки общественных организаций края. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.